Всем привет! С вами мастерская 3D Squad. И сегодня я расскажу вам, как делал один очень интересный заказ. Кейс для карт памяти в форме головы железного человека. Механизм конструкции изделия сразу привлек меня, хоть и сулил очевидные трудности. Клиент скинул готовую модель, но, как обычно, пришлось все дорабатывать и доделывать на ходу. Этапы работы включали в себя печать фотополимером, промывку, снятие поддержек, досветку, обточку, подгонку, покраску и сборку. Предлагаю приступить к просмотру видео и самим разобраться во всех этапах изготовления этого хитроумного изделия. Хоть модель и готовая, но форма ее достаточно сложная и содержит целую кучу деталей. Поэтому все начинается с размещения деталей на столике и формирования поддержки. Поддержка используется наполовину автоматическая, наполовину ручная, потому что программа захватила не все нависающие элементы и пришлось ей немного помочь, но в целом результатом я остался доволен. Деталей изделия содержит довольно много, поэтому печатаем в три захода. Базу делаем из цельного куска монолитного фотополимера, чтобы изделие было тяжелое, хорошо стояло на столе и не переворачивалось. На всякий случай проверяем послойную раскладку, напоминает томографию и очень хорошо помогает выявить нависающие элементы. После подгонки и удаления поддержки готовые детали выглядели так. Не очень презентабельно, хотя с лицевой стороны достаточно ровно. После закупки маленьких винтиков получилось сделать первую подгонку. Детали подходили друг другу неплохо, хотя некоторые моменты пришлось доработать. Я подточил их дремелем и все стало работать как часы. Механизм вращался, шестеренки цеплялись друг за друга и выглядело довольно эффектно. Среди прочих доработок пришлось углубить шляпки винтов в ушные шестеренки, потому что винты банально не доставали до отверстий. Полностью разбираем конструкцию и готовим ее к покраске. Для покраски нам потребуется грунтовка, красный металлик и золотая краска. Перед покраской необходимо удалить пыль и обезжирить детали. Далее наносим грунтовку тонкими слоями. Потребуется около трех слоев, чтобы все выровнять. Косоздаст светлый непрозрачный фон для нашей краски и поможет ей нормально лечь. Переходим к цветным краскам и наш железный человек постепенно начинает становиться похожим на себя. Для равномерного прокрашивания со всех сторон используем проволоку. Это позволяет нам легко поворачивать деталь в любой плоскости и не оставляет никаких следов. Также я вам очень рекомендую пользоваться перчатками, ну и конечно же респиратором. Как видите, перчатками я уже не воспользовался и ручки-то у меня покраснели. Но респиратор все-таки надел, чтобы легкие не покраснели. Как оказалось в процессе промежуточной сборки, некоторые винты не влезали в отверстия. Они были недостаточно глубокие, поэтому берем микросверла и досверливаем отверстие поглубже. Начинаем сборку. Эти маленькие винтики – сущее наказание. Кто когда-либо ремонтировал очки, поймет меня. Самое страшное даже не это. К ним с другой стороны и гайки такого же размера необходимо установить. В общем, тут я потратил, наверное, час точно. Насладитесь несколькими секундами моих мучений в ускоренной съемке. Я думаю, что это вас немного расслабит. Как вы, возможно, успели заметить, винтики не совсем подходят, но такие, какие нужны, я найти не смог. Поэтому они будут не вкручиваться, а вклеиваться в отверстия. Я думаю, что так будет даже надежнее. Кстати, все гайки я точно так же закрепил на клей, чтобы они не раскручивались в процессе эксплуатации. Для того, чтобы не перемазать все изделие клеем, набираем его в шприц и аккуратно промазываем все гайки. Аккуратно заполняем все отверстия клеем и после этого вкладываем туда винты. Ну и теперь, наконец-то, настало время посмотреть-таки на результат. Я хочу сказать, что я результатом очень доволен. Выглядит эффектно, работает прекрасно и, наверное, даже сможет служить неплохим кейсом для SD-карт. Самое смешное, что я ни одну в него так и не вставил. Ход не дошел. Посмотрим на работу механизма. Ходит как по маслу. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, бейте в колокольчик, подписывайтесь на инстаграм. И если вдруг вы хотите заказать какое-то изделие для себя, обращайтесь в мастерскую 3dsquot. Наш сайт 3dsquot.ru Субтитры сделал DimaTorzok